И в этих словах заключалось будущее всей Церкви. Господь научил одной молитве, Отче наш. И там есть такие слова, не веди нас в искушение. Не веди нас в искушение. Что это такое? Не веди. Отсюда прямо напрашивается, что вводит Господь в искушение. А в другом месте написано, что Бог никого не искушает злом, а человек искушается собственной похотью. Так вводит Бог в искушение или не вводит? Были большие, конечно, соборы, преобладающие мнением Иоанна Златоуста. Искушение двух родов. То есть правы и те, и другие. Злом не искушается Бог. Но для ощущения человека допускают. Все искушения от лукавого, кроме двух, их легко запомнить. Первое, болезнь. Это от Бога. И второе, гонение. Это от Бога. Но и здесь еще надо смотреть, какая причина болезни, от чего, как. Но Бог допускает. И человек выдержит или не выдержит. Один день, а один только в простоне. И уже как будто жизнь кончилась. А другой, вот у нас знакомый, парализованный. Ни рука, ни нога не движется у него. Только плечевой сустав один. Пятнадцать лет уже. Пятнадцать лет. Имея все во время купания, прыгнул, ударился головой. Семь позвонков полетели. И звать Сергея. Он является членом нашей общины, заощины. Из города Краснодара. Козлов. Удивительное дело. И он везде подписывается. Парализованный во славу Христа. Я нигде не встречал даже у святых этого. Он все испытал, переболел. И говорит, во славу Христа. Это Бог так сделал. Другая девушка хорошо каталась на коньках. И когда фигурное катание было, конек попал в расщелину. И она дальше сама поворачивается, а нога стоит на месте. У ней тоже все парализованное. Но она как-то научилась все-таки пальчики шевеляться, вязать. У батюшки даже свитер был от нее. Я переписывался. Мелкий, бисерный, красивый почерк. И как тот и так другой, говорят, что если вернуться назад, до этого события, я был каким? Я неверующим был. И вот это состояние. Это состояние сегодняшнее я не променяю на то, что я здоровый, крепкий, неверующий, живу как хочу. А теперь меня Бог несет на руках. Я Его славлю. Не веди нас в искушение. Первое искушение Господь допускает. Это в раю. Бог сказал, что все открыл. Звери, птицы прошиты лишь человеком. Он пророчески назвал их, как говорит тоже Ян Златоус. И вдруг змей заговорил. Мы не считаем, что здесь какие-то звери разговаривали друг с другом. Конечно, пение райских птиц. И что? А подлинно ли Бог сказал? Сомнения. Я не говорю, что не сказал. А действительно так сказал. А может быть, подумать надо. Что если вы знаете добро и зло, разве это плохо? Бог никогда хорошее не скрывает? Нет, вы не поняли. От кого это искушение? Написано. Завистью дьявола смерть вошла в мир. Мы никогда на земле не сможем понять, что же произошло в раю. Если так разобраться. Дерево. Какое оно было? Плод хороший, понравился. Вожделенно для глаз. Приятное. Плодов не убыло. Не воровали. Все открыто. И сегодня насчитывается, умерло уже 100 миллиардов человек. Все делались смертные. Скотина смертная, гуси, утки. Все смертное. Даже если ты их и не заколешь, они все равно умрут. Как же так? Не надо рассуждать. Бог сказал. У Бога совершенно другая мерка. У него, говорит, один день, как наши тысячи лет. А тысячи лет, как один день. Итак, искушение пришло через змея. Змей нашел слабое звено. Женщина. Конечно, Адам был расположен к ней. Доволен. Все хорошо, Бог сотворил. Ну, если не надо было слушаться. Теперь-то мы рассуждаем дома. Не надо. А ты сколько раз слушался жену, когда она не туда говорила? На кого-то подтравливала тебя или что-то? Вот тут и надо было вовремя остановку сделать. А как это Бог знает? Допустил. И как? Жене учить? Не позволяю. Не властвуй над мужем. Но быть в безмолвии. Все условия были нарушены. Она преподает ему и говорит, еще и с женой все мы умираем. А искушения какие? Ну, а можно было не прикасаться к этому. Давид царь, ему все дозволено. Все, кроме нарушения греха. И вдруг крыши плоские, не наши шлиперные. Прогулился, повернул голову, увидел в соседнем саду купальни женщины. У самого несколько женщин. Многоженство допускалось. Чем она отличалась? Тем более она раздетая была. Все то же самое. А приведите ее ко мне. А далее мы знаем. Мужа убрать с дороги. И началось. И сам потеряет царство от сына своего. Сын будет искать убить его. Такие, брат, события. А могло быть по-другому. Мы считаем две неканонические главы 13 и 14 Даниила. Там говорится о Виле и о том, как одна молодая, красивая женщина, по-нашему сказать, княгиня, была искушаема двумя судьями или прокурорами сегодня сказать. Ляжь с нами. И только Даниил сумел защитить ее, когда ее повели на казнь. Она не сделала так, как в Версаве. Не пришла и не легла. Лучше умрут. И они начали свидетельствовать. Мы видели, там юноша был с ней. Мы закричали. Он убежал, вырвался. Вы знаете как. А Даниил сразу их разобрал. А под каким деревом это было? Вот они договорились. Разведите в разные стороны. Ну, под тутовым деревом. А оно только одно дерево. В одном конце сада. А вот другого подвели. А вот под каким деревом? Он отвечает. А под другом. А тут совсем в другом конце. Солгали на свою душу. Вот ангел стоит, чтобы растечься пополам. И дочери Израиля были принуждаемы к блужению. Вот ответ. И мы видим, в истории обязательно, в библейской истории, показано, что это событие разрешается проще. Нет. И все. Заповеди Божьи. Да. А все от того, там кивание головы, это все от лукавого. Четкое и ясное учительство надо произносить. Вот он лежит, болеет. Год, два, три. Конца нету. Поместили второго рядом больного. А монахи своими делами занимаются, забывают. Ну, один-два дня еще походят. А потом-то... Да ладно, ему не работают. Один раз похлебки дать. Двое лежат и разговаривались. А вот если бы ты выздоровел, ты бы стал за мной ухаживать. Стал бы. Я не как эти монахи. Я бы тебя рано утром обмывал, приходил. Отец Небесный. Да дай ты ему здоровья. Повернулся здоровый, встал. Два дня проходил, а третий устал. И опять он один лежит, никого нет. О, Господи, чего просил, сам не знаю. Тот сразу, брат, ноги подкосились, принесли на насилках, положили рядом. На житие святого, именно многострадального. Вот если бы, как говорят, если было бы, то дал, а если не дам. И надо в искушении, которое Бог допускает, быть благодарным, устал наполнить благодарности. Иногда это искушение Бог допускает для всей страны. Гонение за веру. Вспомните советские годы. Что было? Показывает Бутово. Бутово это местность такая, под Москвой. Приходили ночью, арестовали священников. Никаких обвинений нет. Он просто служил и расстреливали. Одного, второго расстреляли. Тысяч 15 священников повели туда нынешнего президента. И он ходит. Там, очевидно, иконы, их канонизировали уже. Не может быть. Да что же это? Это чудовищно. То есть он сам из этой системы. И он понимает то, что делалось. Это делалось дьяволом. Но, скажем так, все равно, Боже, советская эта власть и сто лет. И царь, и царевич, и они все умерли бы, как все царей. И никто бы не знал, а ныне они на небе предстоят. Они ничего не потеряли. Они не отступили. Они не отреклись. Они не одобрили то, что творили эти беззаконники, безумцы, убийцы. Которых обречал святой Патриарх Тихон. Итак, когда мы молимся и говорим, не веди нас в искушение. Речь идет о болезни и о гонениях. Вы, говорит, расхищение имения вашего приняли с радостью, когда отнимали у них. Не уничтожали. Как вот у нас сейчас нападают. Уничтожить надо, да? Но и не наше Божие. Надо приготовиться к тому, что идет. А гонение будет по всему земному шару. Оно где-то совсем рядом. Уже запах дыма слышно. То там головня вспыхнет, то в другом месте. Показывают. Арестовали молодых людей. Не знаю сколько, но 30 лет никому нет. Их выстраивают, одевают белую одежду и ведут. Это все заснято. Не кино. Нормально идут. И каждого сопровождает один руку, держит на плече. Проходит тут корзина с длинными кинжалами. И каждый берет кинжал. У этих руки связаны. Подводят на край моря. Становятся на колени. Каждый прислоняет меч сюда. Одновременно ножи им отзываются в позвоночнике. Все падают мертвые и показывают. Море кровавым делается. Может это от свет какой или что-то. Канонизированы все они. Их просили об одном. Отречься от Иисуса Христа. Мы сегодня это можем увидеть. На наших глазах умирают. Священника терзают. Тут же режут голову, отрезают, заволосы берут и показывают. Мы жития святых считаем когда. Ну, картину можем представлять, но не так. Только сейчас он разговаривал. Сейчас говорил, молился. И вдруг еще нет. Но в это время показано, как ангелы берут человеческую душу. Господь допускает для того, чтобы приблизить к себе. Молодой, здоровый, бегал, ни о чем не думал. А теперь лежит и только думает о Боге. Как угодить Богу? А когда я предстану? Сейчас ему пишут. Что-то о тебе недавно писем, Сергей. Он говорит, рак сжирает меня. Давится моим мясом. И смотри. Это не все еще болезни. На одного. Но мы-то ходим, что сами в храм приходим. И скажи, Господи, Ты дал по силам. 10-13, 1 Коринфянам говорит. И дает, допускает Господь испытания, чтобы мы могли перенести. И мы их переносим. Мы часто считаем очень наш. Я по частям хочу показать, что это означает. Этот вопрос очень непростой. Этот вопрос решался на самом высоком уровне. И мы должны мыслить категориями священного описания, потолкования святых отцов. Два искушения, которые от Бога. Болезнь и гонение. Гонение за Слово Божие. Петр говорит. Только бы не пострадал кто, как злодей или посягающий на чужое. А если как христианин, то прославляй Бога за такую участь. Видите, какие искушения. Я хочу об искушении сказать. И сразу у нас искушение. От кого оно может быть? Жены в церквах да молчат. Учить жене не позволяю. А как это? А в храме жены молчат. Мы верим, нет, не молчим. Почему? Потому что дьявол, он. Он чувствует, что наступили на него. И будете поражать его голову. О чем я говорю? Это везде победа над дьяволом. Помолиться надо о человеке. Добром, хорошем молитвените. Но не смирившим самого себя. Сохрани Бог, чтобы я осуждал это. Я просто говорю, вот, вы видите как. Некоторые, вот придумали дьявол где-то. Я говорю, вы еще никогда не видели дьявола. Да это все выдумки. А едем в электричке. А там сиденья вот такие, дальше все открытое пространство. Я говорю, хотите, я вам в вагоне сейчас покажу его. Сейчас, здесь, конечно. А как? Ну только согласитесь. Согласился, да, покажите. Я говорю, встал и к народу обращаюсь. Я гляжу, люди, вы скучаете. Хотите, я вам почитаю сказки севера. Там еще даулы, там эскимосы. Да давай, дед, все по-своему с ума сходят. Считай. Делать-то нечего. Я прочитал немножко. Я говорю, а сейчас я буду считать вам то, что называют еврейские сказки. Еврейские? Ты что, антисемит? Да нет, я просто прочитать хотел. Я начал считать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всяким верующим в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сразу же раздался крик. Уймите его! Кто-нибудь по затылку дайте ему, чтобы он тут агитацией не занимался. Я говорю о советской власти. Тогда так было. Говорить нельзя. Вот и все, пожалуйста. Дьявол не в другом конце вагона тоже соскочил. Ты ненецкие сказки слушал? А эту ты не можешь слушать, хотя здесь все касается меня. Там просто сказки. Как даже дети любят родителей, хорошие сказки, поучительные. А здесь говорится ко мне конкретно. Меня Бог возлюбил. За меня отдал Сына. За меня кровь пролил свою. И поэтому я отдаю свою жизнь на служение Ему. Вот я, возьми меня, Господи. Богу нашему слава во веки веков. Спасибо. Спасибо. Спасибо.